Всем приветики! С вами Ольга и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви! И вот, дорогие мои, как я и обещала, делаю обзор одного из праздников Сагры. То есть, это типа праздник урожая, ну что-то в этом роде. Каждый из деревенек делает свой праздник. Сегодня у нас Сагра де Дзупа де Контадина. Значит, Дзупа – это суп, а Контадина – деревенский суп. В общем, сейчас у нас перенесли эту Сагру на одно из других мест, потому что немножко дороговато все это обслуживать, потому что все Сагры делают волонтариаты. То есть, и на кухне, и камерьеры, так сказать, официанты, которые убирают со столов – все это волонтариаты. И платишь здесь только, если хочешь поужинать. Платишь только за еду. Все развлечения здесь абсолютно бесплатно. Дорогие мои. В общем, это на удалении от города. Поэтому здесь воздух замечательно чистый. Всегда прохладненько. Всегда хорошее настроение у всех, потому что действительно и по травке побегать, и везде. Представляю вам меню на сегодняшний день. То есть, как бы ты ни ел, вот эта пана эко-перта стоит 1 евро 50 копеек. То есть, дают тебе подносик, и на него кладут хлебушек, уже упакованный. Это будет стоить евро 50 на каждого человека. А потом уже что-то ты набираешь, что хочешь. Каждый, кто хочет, то это набирает. Вот это вот коферта, такой подносик каёшь. Вот, Винченци уже здесь встретил своих знакомых. И мы взяли еще, поскольку хлеб мы не взяли, мы взяли такой хлебушек воздушный, как пончики, но они как хлеб идут, солененькие такие. Есть закуски. Вот тут нарезки всякие. Вот это я представляю вам дольчи. То есть, кусочки торта. Это все они сами готовят, дорогие мои. То есть, это все деревенское. На второй мы взяли вот такой вот рильято мисте. Ну, и, конечно, дзуху декантадина. Вот этот супчик такой. Супчик этот такой из... Ну, и вино, конечно. И, ну, смотрите, какое разнообразие вина здесь. Ну, мы берем красное. Алеша у нас золку такого. Он нас пьет. И вот дяденька быстренько нам дин-дин-дин-дин-дин посчитал. Мы взяли по бокалу вина. Ну, по стаканчику здесь все одноразовое. Мы взяли вот эту дзуху, сумку на троих. Потому что очень большая тарелка. Потому что мы хотели еще мясо поесть. И вот грильято мисте. Там и салсича, и ростичана на косточке, ребрышки. И, в общем, все мы наелись от души. Здесь потом, после того, как все поедят, начинается томбола. И играют, ну, на деньги, дорогие мои. То есть, это получается наше как лото. Здесь у них тоже есть выпейте, закусить, так сказать. Ну, закусить уже нет, потому что все уже поели. А вода присутствует в какие-то напитке. Когда люди играют. В общем, это так же, как у нас. Ну, и развлечения. Развлечения для детей. Я тоже немножко покачалась на качеле. Потому что интересно, господи, мы все в душе дети, дорогие мои. Это все типа бесплатно. Можно только. А потом танцы, танцы. Мы с Винчензе с удовольствием подписывали. Здесь танцы, наоборот, не для молодежи, а для тех, которые уже вот, типа, там 30. Кстати, как нам. В общем, танцы такие, как они говорят, лиши, лиши. Лиши, это значит медленные танцы. Ну, а мы танцевать любим. Алеша у нас поснимал. Здесь оркестр живой звук, дорогие мои. Там Алеша очень удивился. Говорит, надо же оркестр здесь. То есть, все волонтерят. Ну, конечно, оркестру платят деньги. Из тех, кто там собирает вот эти вот, мы же платим за еду, типа. И, конечно, вот эти вот расходы идут, они окупаются. То, что они здесь делают, то есть объекты, типа, электроэнергии. Нужно, ну, вот музыкантов нужно платить. В общем, и покупать еду, из которых что-то можно приготовить, продукты. Ну, и нужно много для того, чтобы вот эти праздники делать. Но они делают, дорогие мои. То есть, те, которые работают там внутри, вот эти повара всякие, официанты, как я уже говорила, работают бесплатно, дорогие мои. Они волонтеряты. Они просто потом делают себе ужин вместе, все сидят и говорят о насущных вот таких вот разговорах, всяких насущных проблемах, а просто веселятся, просто веселятся. Ну, а у нас получился вот такой вот неприятный вечер. тепло, тепло, потому что вечером было 25 градусов, и мы с удовольствием здесь потанцевали, повеселились. Ну, а потом поехали, мы хотели еще на Пунтили поехать. Посмотрите, какая парковка, вся забита, вся забита машинами. Посмотрите, сколько народу. Ну, парковка здесь тоже бесплатна. И посмотрите, какая панорама. Огромные, красивые горы, все уже в подсветке. Очень здорово. Ну, и потом мы поехали, решили прокатиться еще по Виарейджио. И смотрите, какая красивая гостиница. Ремонты с подсветкой, очень мне нравится. Ну, и, конечно, конечно, и Виарейджи, и Лиды Дикамайори. Народ гуляет, народ гуляет. Праздники везде. Вечером Италия гуляет в субботу, в пятницу, в воскресенье. Это вообще, это супер. Здесь никто не спит, ну, до часа ночи. А потом, когда приехали домой, оказалось, что и у нас тоже здесь под окном праздник. Алеша говорит, может, был никуда не ездить. Но здесь больше для молодежи. Вот такой непонятный рок или рэп, что-то такое. В общем, концерт был еще и под окном до часа ночи. Но мы все равно уже привыкли, поэтому это дело спали уже. Посмотрите, как здорово освещается наша рота-панорамика, то есть наше колесо обозрения. Короче, вечер, вечер, везде танцы, везде гуляют, везде веселятся. Рестораны все витком забиты, потому что Виарейджи любят все, дорогие мои. Потому что это замечательный город, который я люблю и обожаю. Ну, в общем, сегодня делюсь с вами то, что, кстати, на Сагре очень нормально, вкусно поесть можно. И довольно-таки приемлемые цены. Мы за троих заплатили 47 евро. То есть это все, все, все. И вино, и супа, и мясо, и кока-кола, и вода. То есть все это включено. 47 евро. Ну, и сейчас мы уже едем домой отдыхать. Целую вас, всех обнимаю. Кстати, сейчас он начался сезон на море, на море насыпанный. Прямо как будто насеянные люди. Посмотрите, сколько уже купаются, сколько купается народа. Вода теплая. И даже уже немножечко хорошо теплая, скажем так. Ну, и, конечно, народу полно. То есть летний сезон полностью открыт, дорогие мои. Так что ждем вас, ждем вас, дорогие мои. Ну, вот еще заснялась здесь чайка возле бара. Ждет, пока ее накормят. Потому что одна женщина ее подкармливает. Мне это тоже понравилось. Вот она идет. И быстренько уже знает, что ее здесь накормят. Кормят итальянцев.